Здраво, другари! Практически чуть больше года мы прожили в Черногории и потратили здесь практически 50 косарей евро. Если честно, я сам... Сегодня поговорим о том, какие здесь зарплаты, какая здесь есть вообще работа, какой здесь отдых и стоит ли ехать сюда отдыхать, какая здесь природа, машины, квартиры и вообще, стоит ли здесь открывать МНЖ, чтобы абсолютно полноценно релацироваться и потом получить, естественно, гражданство Черногории. Это, к сожалению, не точно, потому что ходят слухи, что его нихрена никому не дают. Но ладно, погнали. Черногория, год жизни, 50 косарей. Давайте начнем, наверное, с зарплат. Я буду говорить честно, открыто, свое личное мнение. Надеюсь, никто не обидится, а если кто-то и обидится, то заранее извиняюсь. Ну, вы сами выбрали этот путь, так что не обижайтесь. Смотрите, зарплаты здесь не очень высокие. Местные иногда даже платят нашим русскоговорящим людям больше, чем наши же, так скажем, коллеги по гражданству. Очень много общался с девчонками, с ребятами, которые работают в местных кафешках, и у них зарплата в основном это там 450, 500, 600 евро. То есть это бариста, например, или кто там еще, официант. Понятно, что официант много вывозят за счет там чаевых, но все равно я считаю, что как официальная ставка, это очень маленькая. Потому что если ты приезжаешь сюда один, на эту зарплату практически не выжить. Местные, кстати, платят побольше. В основном это там 750, 800, 50, 900. Зависит тоже, конечно, от ресторана. Но, естественно, наверное, есть какие-то локальные моменты, когда где-то больше, где-то меньше. Это, опять же, я говорю цифры, о которых я знаю лично из общения с ребятами. Понятно, что так как это страна туристическая, так скажем, здесь работа, в принципе, она одинаковая. То есть ты можешь пойти работать уборщиком, да, если там у тебя нет никакого IT-образования, либо еще чего-то. Ты можешь пойти уборщиком, можешь пойти официантом, можешь пойти поваром. В общем, любая сфера туризма и гостиничного бизнеса здесь очень хорошо развита. То есть сезонно ты здесь точно найдешь работу. Вне сезона сейчас, конечно, человек больше, многие рестораны и гостиницы перестали закрываться на зиму. Но все равно тебе урежут зарплату, уберут какие-то плюшки и не особо выгодно здесь будет жить. Если ты там какой-то IT-шник, либо узкий квалифицированный специалист, естественно, конечно, в Черногории тебе будет очень сложно найти работу. Здесь ни хрена простым языком рынка. И тут максимум пару компаний, которые я знаю, они работают в сфере IT. Например, я бывший работник, так скажем, банка, да, руководитель отдела продаж. И в моей сфере я здесь нахер никому не нужен. Это простым языком, потому что уровень банкинга, например, в той же России и здесь, это абсолютно, ну, небо и земля. То есть с такими профессии, вот как у меня, вы точно не найдете здесь себе пристанище по работе. Так что заранее советую пойти поучиться на повара, официанта, либо еще кого-то. Потому что если вы планируете перейти в Черногорию, без образования именно в IT-сфере, либо там дизайна, либо еще чего-то, придется попахать на таких работах. Какая здесь природа? Природа, вот честным языком, да, здесь охеренная, потому что у тебя море, оно практически постоянно теплое. Есть, конечно, минус, оно грязное, да, в туристический сезон. Но, опять же, если отъехать от курортных городов, вот мы живем в Будве, да, отъезжаешь минут 15-20, есть закрытые платные пляжи, есть бесплатные пляжи, там абсолютно другая вода. Она прозрачная, чистая, красивая. В Будве, опять же, ну, такое себе, я понимаю прекрасно людей, очень много наших знакомых сюда приезжало и видя вот этот трэш, простым языком, кошмар, да, толпы туристов, пробки, грязь, мусор, грязное море. Ну, простым языком, пи***, да, и понятно, что впечатление о этой стране у тебя остается не очень, и ты не хочешь сюда приезжать. Но, прожив здесь год, поняв, куда можно ездить, где можно ездить, где лучше отдыхать, куда лучше не ходить, эта страна начинает меняться, да. Но, опять же, на это требуется время, поэтому, ребят, если вы едете первый раз в Чернобыр, вы не знаете, что здесь посмотреть, поищите гайды, пообщайтесь с людьми, которые здесь были, обязательно обратитесь там к местным русскоговорящим там инфлюенсерам, да, их по-любому их уже много, да, я могу там хотя бы парочку назвать. Вот, у них хотя бы есть какое-то представление уже об этой стране, куда сходить, что поделать, да, не надо вот так идти и потом обсирать эту страну, что она полное говно. Страна, я скажу, да, мало развита, но я не скажу, что она полностью отвратительна, потому что природа здесь охрененная. Те же самые горы, например, да, есть жабляк, дурмитор, проклятие или проклетие, как правильно, не знаю, до сих пор море, это охрененно для отдыха, но, опять же, надо знать, куда ехать. У меня, в принципе, я даже когда пытался там тоже стать таким инфлюенсером в инстаграме, я делал какой-то гайд по старому городу, я вот здесь прикреплю, если вдруг кому-то понадобится, пожалуйста, посмотрите, там старые города Черногории, которые 100% надо посетить, пользуйтесь. То есть, если понравится, буду только рад. Какие здесь цены на машины? Да, в принципе, я бы сказал, что охранительные цены на машины, если ты зарабатываешь в валюте, да, то есть абсолютно адекватные. Мы, например, купили свою бричку за 2000 евро, и я считаю, что за этот поджопник, так скажем, офигенная цена. Но, опять же, с нашей удачей, именно с моей удачей, потому что я ее выбрал, я прогадал. Мы в нее вложили уже кучу денег, она опять в ремонте находится, если кто-то смотрит блоги, пожалуйста, поставьте лайк, поболейте за меня, потому что реально это уже боль душевная. Если у вас немного денег, там до 5000 евро, здесь можно купить машину, да, естественно, конечно, из-за того, что маленькая страна, она такая локальная, здесь маленький рынок автомобилей. Придется очень много искать, и, кстати, даю сразу совет, не доверяйтесь вот этому чутью о том, что, блин, ну мы же говорим с ним на одном языке, он меня точно... Нет, это нихрена, к сожалению, даже здесь не работает, потому что были ситуации, когда мне советовали людей, там, у которых уже покупали машину, там, им просто повезло. Я приезжал смотреть, например, другие их машины, которые гоняют с Европы, ездить такие тоже люди, ну, машина оказалась полным говном, ну, простым языком, да, и, к сожалению, тут... Сарафанное радио вроде бы должно работать охрененно, но не во всех сферах и не со всеми людьми, да, то есть я ни в коем случае никого не осуждаю, но просто предупреждаю, будьте аккуратны. А так, до 5000 евро, ну, вполне адекватно купить какую-то машину, там, формата Golf 5, можно купить Polo, там, да, какой-нибудь хэтчбэк 11-12 года на механике, какую-нибудь старую Mazda или что-нибудь такое, вполне адекватная машина на первое время. Что у нас с продуктами? Например, сильно очень растут, да, это в основном алкашка, вода, ну, то, что у людей пользуются большим спросом в туристический сезон, вот, и они растут, к сожалению, в геометрической прогрессе от... простым языком людей, потому что есть, например, большие магазины, да, гипермаркеты сетки, это как Волли, там, Мегамаркет, Идея, там, Арома, например, и некоторые из них не повышают особо сильно цены, а есть некоторые, которые охренеть как повышают цену, и это ощутимо, потому что это не личное мое мнение, это мнение людей, которые, допустим, живут рядом со мной, мы ходим в один и тот же магазин, и мы замечаем прекрасно, что с момента наступления сезона цены вырастают, там, на 30-40%, что становится, как невыгодно ходить в этот магазин, и проще потратить, например, там, на такси, да, с ребятами скинуться съесть в другой гипермаркет, закупиться там и вернуться, и это будет выгоднее, чем сходить вот в гипермаркет около дома. Я постараюсь найти чек и приложить вот сюда куда-нибудь к видосику чек, сколько стоит, какие продукты, но в среднем я могу сказать так, хлеб толстовый, да, какой-нибудь возьмем, может быть, стоит там от евро до полутора молоко, это примерно евро, опять же, зависит все от фирмы, там, от марки, всякая такая ерунда. Я-я, то бишь яйца, да, на нашем языке, стоит примерно 2 евро, там, 2 евро, это вообще минимум дешевле, я не видел, там, 2 евро 9 центов, да, там, до, там, до 6 евро может доходить, особенно, если вы там закупаетесь в каких-то локальных ларьках около дома, я помню один момент, у меня купил молоко, хлеб и яйца десяток, у меня вышло 7 евро, то бишь 700 рублей. Сказать, что я ехал тогда, конечно, ничего не сказать, но вариантов, в принципе, нет, потому что, когда просыпаешься утром, если у тебя еще нет машины, то доехать до какого-то гипермаркета, это очень, на самом деле, тяжело. Транспорт ходит не очень часто, особенно зимой, машины у тебя нет, такси очень дорого стоит, ларек, там, 5-10 минут, ну, понятно, ты переплатишь, но вариантов других, к сожалению, нет. А сколько стоит же здесь отдых, да, вот самое интересное, на самом деле, у туристов, сколько здесь отдых, или вот ребята, которые к нам прилетают, они постоянно спрашивают, сколько стоит у вас там отдохнуть, сколько стоит арендовать. Ну, во-первых, сколько стоит арендовать жилье, вы можете сами посмотреть, да, есть Airbnb, Booking, это вообще незакрытая тема, в среднем скажу, что хорошая, нормальная квартира где-нибудь около моря, там, в 50 минутах пешком, летом это 100-150 евро. Это чтобы жить там кайфово, прям ни в чем себе, не отказывать в плане ютиться там на какой-то маленькой кроватке, либо еще чего-то, это рассчитывайте на 100-150 евро, это нормальная будет однушка с хорошим ремонтом в нормальном доме. Понятно, что можно и найти дешевле, там, и за 40, и за 50, но, опять же, каждому свои условия, на мой взгляд, если ты едешь отдых, надо, ну, брать максимально, типа, комфортные условия, чтобы реально отдохнуть, а не так, чтобы еще, да, в отдыхе, ну, по-моему, логично. Так что за недельку у вас выйдет примерно, там, 700 косарь евро, то есть вы это уже откладываете сюда. По остальным развлечениям, ну, опять же, на любителей, есть видные, там, водные виды спорта, но они, как и в Турчаге, примерно, там, 50 евро покататься на гидроцикле, какие-нибудь ватрушки, парашют, это везде по стандарту, я думаю, стоит. Например, самое распространенное, что я вам могу сказать, это лежаки, лежаки стоят, ну, на мой взгляд, суперадекватно, например, в Будве, там, в Бечичи, в Рафаиловиче есть каким-то кусочками, такими, знаете, маленькими квадратиками, хорошие, так сказать, частные пляжи, где хорошие новые лежаки, новые зонтики, более-менее нормальный ремонт, там стоит 25 евро за день, там, за два лежака, за комплект и зонтик, да. Есть, конечно, чуваки, которые расстреляют старые зонты, ущербные просто, которые уже, там, лет 10 стоят, они разваливаются, воняют, грязные подушки, зонт, от которого осталось только основания, у них тоже цена, там, 20-25 евро, поэтому ты особо тут не угадаешь. Понятно, если бы я приехал сюда, вот, заплатив только за билеты, допустим, 100 тысяч рублей, ну, тысячи евро, да, чтобы всем проще было понимать, я еще буду платить 20, там, 25 евро за вот это ущербство, ну, понятно, это ты расстроишься. Но, опять же, максимально говорю честно, поэтому будьте аккуратны, выбирайте, если вы, допустим, там, идете метров, там, 500 и нету просвета, один только мрак, знаете, что в дальнейшем, там, еще пройдя 500 километров, да, придется походить, но там 100% должен быть что-то более-менее адекватное за свою цену. Здесь, к сожалению, нет какой-то упорядоченности, все разбросано, все очень в этом плане плохо, поэтому привыкайте, если вы едете посмотреть Черногорию, придется походить, поискать хорошие места. Опять же, есть форматы такие пляжи, как Дробь и Песок, он находится там в 10-15 минутах езды на машине, либо там на автобусе от Будвы, там охрененный пляж, он маленький, там охрененные лежаки, стоит так же, как в Будве 25 евро, 25 евро. Но ты знаешь, за что ты там платишь, там классные зонтики, классные лежаки, хорошие бары, хорошие рестораны, там, хорошая, в принципе, аудитория, которая не мусорит, знаешь, вокруг себя, и потом этот мусор не убирает. И также, например, хорошее обслуживание, то есть там за 25 евро я, грубо говоря, могу понять, что это за отдых, здесь опять же нет. Отдельный отдых это, например, север Черногории, да, он очень красивый, вот мы сейчас как раз-таки собираемся ехать туда, в конце сентября, я уже в полном предвкушении. Мы сняли домик, домик, кстати, стоит очень хороший, стоит 100 евро за день, если нам понравится, я обязательно засниму обзор, выложу его на свой канал, влоговый, то бишь сюда, и оставлю ссылочку, действительно, люди отработали один сезон, по-моему, они местные, и это единственный, значит, даже не единственный, но единичный случай, когда местные люди действительно пытаются что-то сделать красивое, хорошее, какую-то базу отработать, клиентов, я имею в виду, чтобы к ним возвращались. И вот, получается, мы успели им написать, они сказали, что закрывают аренду на Airbnb и на Booking, потому что уже очень много заказов, и я думаю, что если бы все так относились к бизнесу своему курортному в этой стране, эта страна была бы охренеть какой-то туристической, то есть, если этот сезон, он считается провальным, 2024, да, с таким отношением, я думаю, каждый бы сезон делал просто их x5, x5 к предыдущему, не просто каждый год, а еще к предыдущему. И я думаю, это было бы просто шикарно. Ох, моя нелюбимая тема, жилье. Это тысяч евро формата, там, цетини, либо какие-то маленькие деревушки между, там, Подгорицей и Будвой, Баром, либо Котором и Тиво, там. Но, если ты хочешь это жилье, грубо говоря, около моря, желательно ближе к туристической, еще планируешь его сдавать, сразу, я думаю, умножай на 2, то есть, это от сотки будет какая-то студия, потому что цены очень сильно выросли. От сотки тысяч евро, чтобы вы понимали. Последнее, что мы, например, рассматривали для себя, понятно, что, к сожалению, у нас таких на данный момент денег нет, но они будут когда-нибудь, правильно? Когда мне, блядь, разовьется этот YouTube-канал, блядь, будут приносить деньги. 150 тысяч, средняя стоимость квартиры, действительно, хорошая, в которой тебе будет удобно, комфортно жить, допустим, там, мы уже не рассчитываем, там, что у нас двое, да, там, с ребенком, это двушка, это 150-170 тысяч евро, это будут в хорошей локации, около магазина, в хорошем новом доме, с парковкой и, в принципе, с ремонтом. Ну, и, опять же, все зависит от ремонта, да, если ты будешь делать себе какой-то суперкосмический ремонт, ну, там, еще закладывай пол стоимости от квартиры, естественно. И самый главный вопрос ВНЖ, от чего больше всего горит у меня жопа, последнее время, особенно последние влоги, я поставляю ссылочки вот где-нибудь вот тут или вот тут, на эту тему, это, на самом деле, очень странная фигня, потому что цена ВНЖ здесь растет. Давайте начнем, наверное, по порядку, сколько стоит открыть здесь ВНЖ с помогатой. Цены очень сильно разнятся, формат от того, что у одних людей это может, там, стоить 500 евро где-нибудь в баре, ну, туда нихрена вообще не входит, вы все делаете удаленно, тебе просто кинут какой-то список документов и все. Опять же, я все говорю не от того, что я, там, из головы придумываю, а от того, что я, когда общаюсь с людьми, все же пользуются разными услугами помогаторов, и я так беру обратную связь. Это может стоить 500 евро. Средняя цена, я считаю, что это, там, от 800 до 900 евро, это, в принципе, там, более нормальный, хороший список, там, услуг, которые тебе предоставят, там, практически проведут за ручку, да, но есть, например, комплексные услуги, они, там, стоят 1300-1500 евро, когда, грубо говоря, там, забирают на машине, там, отвозят, там, стоят за тебя очередь, да, вот, в му, б***ь, всеми известный, будуванский, когда, там, ты приходишь, тряс, б***ь, а там уже очередь, как на базар, б***ь, у человека, ужас, ужас, честно, флэшбеки, б***ь, ужасные. Цены сильно разнятся, я всегда советую никогда не брать, там, самые дешевые услуги, обязательно, обратная связь, обязательно, почитайте. Люди, которые, допустим, предоставляют эти услуги, это такая короткая подводка, да, чуть-чуть к чему, предоставляют эти услуги, они всегда, в основном, медийные, да, и очень обожаю людей, допустим, вот, как мини-реклама, если много вдруг посмотрят этот ролик людей, мы, там, познакомились с Лешей, он побалканим, я просто охрененно, мы сейчас с ним общаемся, в свое время очень нам помог сделать ВНЖ, и до сих пор у него обслуживаемся, хороший парень, хорошо, ну, как парень, мужчина, мужик, хорошо оказывают услуги, все четко, все классно, понятно, что, допустим, он дает какую-то базу, у него там нет, вот как-то там, перечислил, да, там, с трансфером, еще со чем-то, там, еще как-то, но, в принципе, за свои бабки, it's ok, вообще, it's ok, нормально делает, я, например, прожив здесь год, изучив, там, грубо говоря, практически сам поменяв права, там, ну, ВНЖ, понятно, что я делал с Лешей, изучив много программ релокации, я подумал, что я столько этого вопроса изучаю, у меня уже столько информации, что у меня такое ощущение, что нужно уже открывать свои курсы, какие-то, там, ой, не знаю, там, релокации в Испанию, в Италию, в Харатию, конечно, я там еще не жил, но программы, допустим, по кусочкам, я все абсолютно собираю и прекрасно понимаю, ага, мне там переехать в Испанию нужно столько денег, мне нужно переехать в Сербию, нужно столько денег, в Черногорию столько, и этого, к сожалению, я прямо, чтобы вот так досконально, я нигде не видел, да, например, я вот еще не жил в Сербии, но, допустим, у нас много друзей из Сербии, да, я могу составить какой-то подробный план, сколько там стоит жилье, сколько там, допустим, стоит в Инже, сколько там стоит, там, точнее, не стоит, а сколько я буду получать, там, устроившись на работу, да, в Сербии, и также про Черногорию, так что тут со стоимостью все очень сложно, запомните просто эти главные три базы, 500 евро, ну, на мой взгляд, это, полторы тысячи, it's ok, но не всем подходит, да, тут опять же, готовы переплачивать за свой комфорт или нет, там, и за качество услуг, косарь это хороший средняк, то есть, прям, тебе окажут услуги, особенно, если ты люди с репутацией. И продолжаем наболевшую тему, это продление ВНЖ, мы забыли про свое продление, к сожалению, со всеми этими, там, беготнями, там, переездами и там всякой хернёй, у меня просто вылетело из головы, что у нас заканчивается ВНЖ. Продление стоит недорого, на самом деле, если открытие, допустим, одного ВНЖ, это стоит 1000 евро, что в свое время мы отдали практически 2000 евро с Екатериной, да, вот, за две наших фирмы, то продление стоит сильно дешевле, продление стоит за две фирмы, там, 200, 300, 500 евро, опять же, у кого как найдете, то есть, цены абсолютно разные, услуги разные, хотя процедура одна, ну, кто-то туда накидывает, там, еще личного ассистента, водителя, опять же, все зависит от выбора вашего комфорта, всегда ассоциируете это, наверное, с такси, мне всегда это проще, да, можно поехать на экономе и без доехать, но можно, если позволять денежкой поехать в бизнесе, доехать за *** в квадрате, да, выбор за каждым, тут, ну, никто не может советовать, просто примерно понимаете, что цены вот такие, от 200 до 500 евро за продление двух фирм, если что, двух, не одной, одна, это, ну, до 250, логически считаем, математику, в принципе, все знаем. Я уже, на самом деле, наговорил здесь, наверное, минут на 20, это вот краткий мой базовый отзыв о Черногории, я прожил здесь год, даже уже практически полтора, мы потратились до хрена бабла, я вот сейчас подведу итог, то есть в среднем вы тратите в месяц на двоих, если у вас там две фирмы, нормальная квартира, там какие-то обязанности, в случае там поломки машины, каких-то спонтанных покупок, это 3-4 тысячи евро, рассчитывайте примерно на эту сумму, понятно, что можно жить сильно дешевле, да, там абсолютно, там не вести фирму, устроиться там, например, обоим на работу, да, там тебе ВНЖ выдадут, можно там купить недвижку, там, допустим, супруг получит по покупке недвижимости ВНЖ, там супруга по воссоединению, да, то есть налоги, введение ВНЖ, это огромная статья расходов, примерно 500 евро закладывайте вот такую сумму на две фирмы, каждый месяц вам стабильно придется отдавать, и это, к сожалению, никак не избежать, но, кстати, я забыл добавить к той теме про ВНЖ, что с 1 октября, насколько мне известно, будут увеличения минимальной зарплаты в Черногории, что впоследствии поведет увеличение моего налога, ну, ходят разные слухи, то, что, типа, зарплату увеличат, ну, процент, налоговую ставку уменьшат, и там, короче, какая-то херня еще непонятно, поэтому не будем забегать вперед, октябрь близко, осталось там 3-4 недельки, так что подождем, посмотрим, загадывать не будем, но самое обидное, убрали ОМС, то есть зеленую книжицу, это очень печально, слава богу, я никогда ей не пользовался, и Катя тоже, ну, когда, грубо говоря, ты понимаешь, что у тебя есть хоть какое-то бесплатное, там, какая-то бесплатная медицинская помощь, и у тебя и это забирает, и ты такой, епать, ну, что за фигня, я, типа, приношу бабки в эту страну, пытаюсь ее как-то финансово развивать, понятно, что мой личный вклад, там, допустим, да, и Катя, он мизерный, ну, таких, как мы, там, ну, человек, минимум, я считаю, 30-40 тысяч, которые здесь, наверное, хотя я, наверное, загнул, да, наверное, загнул. Короче, нас до хрена, я простым словом скажу, в совокупности все равно это большая сумма денег, и вы нас, грубо говоря, лишаете, там, медицинской страховки, ну, окей, слава богу, я, например, не пользовался, но тот, кто с детьми, например, да, и рассматривает сюда переезжать, я бы уже, на самом деле, задумывался, потому что ребенок более сильно чаще, всякая херня происходит, возможно, стоит уже рассматривать Сербию. Опять же, подытожим, краткий итог, год жизни, спасибо большое, если реально досмотрели до конца мое рассуждение на целых, там, 20-30 минут, но я поделился реальным опытом, это реальная история нашей жизни в Черногории, так что, если будете сюда планировать переезжать, всем советую, отправляйте друзьям, смотрите, отправляйте розыгры, понятно, что здесь мат, но это эмоции, я всегда выражаю честное свое мнение, поэтому думайте сами, но на мой взгляд, как есть рубрика у Усачева, провалить.